Здравствуйте! На ТНТ события дня о самых важных и интересных новостях в Вологде расскажу вам я, Юлия Савинцева. И коротко о главном. Возможности трудоустройства и переобучения бывших сотрудников компании Вологде электротрансов с учениками на встрече в городской администрации. С начала года в Вологде демонтировано около 300 рекламных счетов. Работа продолжается. Около 130 бывших работников компании Вологда электротранс переведены во вновь созданное предприятие Трансвод. Но часть людей от предложения отказалась. Возможности трудоустройства и переобучения для них стали главной темой на встрече в городской администрации. О вариантах решения вопроса расскажем далее. Вмешаться в ситуацию на частном предприятии Вологда электротранс, где сейчас запущена процедура банкротства, городские власти были вынуждены несколько месяцев назад. Все происходящее грозило потерей троллейбусного сообщения, которым пользуется до полумиллиона пассажиров в месяц. Этого город допустить не мог. В результате по поручению главы Вологды была создана новая компания Трансвод, которая подхватила троллейбусные перевозки, взяв в аренду имущество предприятия банкрота. Туда же были трудоустроены около 130 бывших работников Вологды электротранса. Еще часть сотрудников от предложения о переводе отказались. Перед всеми ими у электротранса существуют долги по зарплате. Но выплатить их частное предприятие банкрот пока не в состоянии. Не может изыскать ресурсов. Закон о банкротстве подразумевает ряд длительных процедур для реализации конкурсной массы и расчета с кредиторами. Для этого должна быть проведена инвентаризация, оценка имущества должника. Имущество должно быть выстроено на торги. По судам согласована начальная цена продажи имущества. Это все достаточно длительный период. Деньги по предварительным прогнозам появятся на предприятии к лету, после взыскания средств с должников и продажи имущества. Любые финансы, поступающие на счет, будут направляться на погашение долгов по зарплате. По закону это первоочередная обязанность. На эти же цели пойдут и арендные платежи за использование троллейбусов новым предприятиям. А пока городские власти предлагают бывшим работникам различные пути трудоустройства. Подшипниковый завод готов взять без квалификации. Сколько вы там будете работать, каждый решит сам. Кому-то понравится, могут остаться. Они обучат на рабочем месте. Предложить вакансию с обучением мы сможем. В частности, еще раз скажу, подшипниковый завод готов. Дальше работаем по каждому индивидуально. К тому же, Центр занятости готов предложить и варианты по переобучению на водителя автобуса. Это получение прав категории D. У нас есть дефицит водительской категории D. Это водители автобуса. Они востребованы. Мы сейчас совместно с Центром занятости будем думать варианты переобучения именно на эту категорию, которая в основном спрашивается. Также предлагаются варианты переобучения на другие профессии. Проблема Вологды и электротранса находится на контроле города. Что касается троллейбусных перевозок, то их в результате всех этих шагов удалось сохранить. На данный момент троллейбусы в городе ходят в прежнем графике. Мария Суворова, Юлия Савинцева, Михаил Протасов. События дня. Около 300 рекламных счетов демонтировано в Вологде с начала года. Крупные билборды с улиц города убраны практически все. Сейчас ведется работа по демонтажу средних и малых рекламных конструкций, а также растяжек с фасадов здания. Подробности смотрите далее. Торговая площадь – пример тому, как нельзя вести рекламную деятельность. Здесь и сети формата установлены незаконно, и на зданиях засилье постеров. Владельцы рекламных площадей соответствующие замечания от города уже получили. В течение месяца действий никаких, как итог, демонтаж незаконных конструкций. Порядок власти в Вологде намерены навести во всем городе. Главой поставлена задача, и мы особый акцент сейчас сделаем как раз на уборку фасадов зданий. Эта работа будет продолжена. Мы отвечаем за внешний архитектурный облик. Есть здания, на которых размещается и реклама, и вывески, порой за которыми не видно истинный вид этого здания. Конечно, мы против этого, и в первую очередь мы боремся за красоту, за внешний облик наших зданий. А чтобы активизировать эту работу, специалисты Департамента градостроительства и инфраструктуры сейчас разрабатывают новую версию паспорта фасада здания. В документе будет строго прописано, реклама какого характера, размера и качества может размещаться на домах и торговых центрах. На данный момент жестких ограничений нет, потому зачастую в Волокжане, желающие привлечь внимание к своей продукции, заполоняют рекламой буквально все здание. Мария Поздеева, Михаил Протасов, События дня. На улицах города коммунальщики продолжают работу в усиленном режиме. Уборка наледи, посыпка пешеходных зон и остановок песко-соляной смесью, ямочный ремонт. Подробности в нашей постоянной рубрике «Хроника благоустройства». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На экскурсии в Законодательном собрании области побывали участники курса «Молодого политика», который открыт при молодежном центре «Горком-35». Ребята изучили структуру Заксобрания, а также пообщались с депутатами. Там, где определяется будущее региона, побывал и Егор Канавин. Три заместителя и это место для губернатора, когда он посещает сессию Законодательного собрания. Это так называемый «Большой зал». Именно здесь принимаются законы Вологодской области, которые регулируют все сферы жизни региона. Только за последние пять лет около 1200 законопроектов. Менять жизнь вологжан к лучшему и определять вектор развития области мечтают и ученики курса «Молодого политика», которые накануне пришли в Заксобрание с экскурсией. Может быть, сегодня в зале побывали будущие политики, которые будут представлять муниципалитеты, будут представлять область в будущем. Поэтому, я думаю, им очень важно знать, чем сейчас занимаются политики, чтобы была правоприемственность, чтобы те начинания, которые и все то хорошее, что есть у нас, они обязательно взяли с собой в будущем и использовали в своей работе. Участникам экскурсии рассказали о структуре Законодательного собрания, формах деятельности и взаимодействии с другими органами власти. А еще депутаты рассказали, как сами пришли в политику. Именно такой живой обмен опытом и помогает ребятам решить, какой путь они хотят выбрать в дальнейшем. Для меня очень полезная, плодотворная, результативная, наверное, сегодняшняя встреча была, потому что очень много аспектов, которых я до этого не знала. Такие интерактивные практические занятия лежат в основе обучения в рамках курса молодого политика. Он открыт при молодежном центре Горком-35. Ребята изучают современные политтехнологии, избирательную систему, психологию лидерства, деловой этикет, риторику и многое другое. А еще участвуют в тренингах, дискуссиях и дебатах, общаются с видными политическими и общественными деятелями. Мы уже прошли все первоначальные стадии теоретической подготовки наших участников, нашего курса. Мы познакомились и с Вологодской городской думой, и с избирательной системой, не только города, но и области, и России. График у молодых вологодских политиков, как и положено, очень плотный. Впереди разнообразные лекции, интеллектуальные игры, круглые столы, экскурсия в городскую администрацию. Ближайшее занятие состоится 7 апреля. Ребят ждет тренинг по проектной деятельности. Егор Канавин, Максим Тышковец. События дня. А сейчас мы прервемся на несколько минут и коротко о том, что ждет вас после рекламы. Вернули пропажу. Около памятника маршалу Коневу сегодня установили скамейки, которые украли несколько дней назад. Тепло души мастера. Персональная выставка мастера победителя второго международного фестиваля «Голос ремесел» открылась в центре Резунной Палисады. На ТНТ события дня. И мы продолжаем выпуск. Пропажу вернули, а виновных ждет уголовная ответственность. Около памятника маршалу Коневу сегодня установили скамейки, которые пропали несколько дней назад. Вернуть украденное городское имущество помогли местные жители и активисты ТОСов при поддержке Центра по работе с населением. Подробности смотрите далее. Две скамейки от памятника маршалу Коневу исчезли в ночь с 19 на 20 марта. Их пропажу заметили активисты ТОСа Можайские и сразу же обратились в Центр по работе с населением. При просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных в окрестных домах, удалось установить, что скамейки унесла компания молодых людей. Молодые люди унесли эти две скамейки и оставили их между седьмым и восьмым этажами дома по улице Конева номер 5. Молодые люди просто развлеклись, отдохнули, посидели, выпили, покурили в подъезде. Возможно, даже не сознавая, что своими действиями нарушают покой жителей микрорайона, для которых это место, оно действительно значимо. Мы здесь отмечаем какие-то памятные даты 9 мая, 22 июня. Проводим вечера, у нас просят вечера танцы здесь для пожилых людей, проводятся мероприятия для детей. К тому же здесь расположен памятник великому человеку, которого почитают очень многие вологжане. И это такт вандализма, очень неуважительное отношение и к жителям нашего города, и к человеку, который сделал очень многое для того, чтобы мы с вами жили. В итоге скамейки нашли, сегодня их благополучно установили на законное место. По факту вандализма представители ассоциации ТОСов города написали заявление в полицию. Правоохранителям удалось установить личности злоумышленников, и теперь им грозит уголовная ответственность. Егор Канавин, Михаил Прищев, События дня. Тепло души мастера из Шексны Натальи Кирилловой согрела Волокжан. Ее персональная выставка открылась в центре Резной Палисад. В экспозиции валенки и декоративные валеные изделия. Одну из первых красоту древнего искусства ценила Мария Поздеева. Подушка сделана в технике шерстяная акварель. Делается очень просто, даже кто не умеет рисовать. Это словно детская раскраска, только вместо карандашей и красок цветная шерсть, которую необходимо распределять, постепенно прорабатывая рисунок. В итоге получается декоративная подушка. Филин здесь некий символ серьезности, признается автор Наталья Кириллова. Эти и другие работы мастера представлены в центре ремесел Резной Палисад на персональной выставке «Валяльщикой шерсти». Здесь вообще работа, то, что мне очень нравится, чем я занимаюсь уже очень-очень много лет. Когда у меня дети выросли, получился такой вакуум какой-то образовался. И это то, что меня заполнило, но потом уже развивалось. Такой материал, из которого можно делать все. Выставка тому подтверждение. Здесь оригинальные дамские сумки, шарфы и шляпки, искусно декорированные валенки, шерстяные грелки на чайник и даже игрушки для младенцев. В народное творчество мастер из Шексны окунулась около семи лет назад и к валянию пришла совершенно случайно. Сначала она вышивала, шила тряпичные куклы. Выставка «Тепло моей души» продолжает цикл работ мастеров, победивших на втором международном фестивале «Голос ремесел». Позади экспозиция дизайнера одежды Дарьи Уркинеевой, кони красные Галины Сорокиной. Впереди, вплоть до проведения третьего международного форума, Волокжан и гостей города ждут новые творческие сюрпризы. Мария Поздева, Михаил Прищев, События дня. Устали от серьезных новостей? Тогда посмотрим, что сегодня подготовили ученики Клуба молодых журналистов Молодежного центра «Гарком-35», корреспонденты нашей постоянной рубрики «Объектив». В поле зрения яркие события в Вологде, и сегодня у молодых акулпера в запасе, как всегда, что-то новенькое. Здравствуйте, я Никита Александров, и я расскажу вам о городском проекте «Азбука Вологды». Каждую букву алфавита в Волокжане ассоциируют с определенной достопримечательностью, известной личностью или брендом. Например, К. Кремль или Б. Батюшка. И сегодня мы пройдемся по улицам нашего города, чтобы узнать, что же думают об этой идее сами в Волокжане. Я думаю, что это хорошая идея, так как в Волокжане должны знать свой город. Это очень хорошо, потому что люди будут знать свои достопримечательности, они будут как-то ориентироваться. Например, я совсем недавно узнала о памятнике бездомной собаке, которая находится рядом с набережной. И если в этой азбуке будут представлены все арт-объекты, то это очень даже хорошо и познавательно для как в Волокжане, так и для гостя города. У Волокжана нашлось множество ассоциаций по отношению к достопримечательностям. И одна из самых популярных – это на букву «С» – собачка. Помимо популярных вариантов ответа, один Волокжанин предложил и оригинальный. Например, на букву «И» – вологодский йогурт. И знаете, я с ним полностью согласен. Внести свою лепту в создание азбуки Вологды может каждый желающий. До 10 апреля проводится голосование на сайте Вологды портал.ру. А до 14 апреля проводится анкетирование в молодежном центре Горком-35. С вами был Никита Александров. До новых встреч! Книги, которые поместятся в карман, письма, которым более 100 лет и уникальные сборники изданий сочинений классиков – все это мы увидим прямо сейчас на выставке редких книг, которая совсем недавно открылась в Центре писателя Белова. Внимание на экран! Место, где история оживает. А читатель может на время перенестись в прошлые эпохи. Здесь, в книжном зале, находятся секторы редких книг. В Центре писателя Василия Белова он открылся 21 марта. Сейчас в нем около 800 различных книг, изданных до 1960 года. Помимо старинных изданий, в секторе можно увидеть коллекции миниатюрных и малоформатных книг. Некоторое размером всего со спичечный коробок. Самым ранним изданием в нашем фонде, и это нас очень радует, является сочинение Константин Николаевича Батюшкова. Это 1850 год. Это издано было еще при его жизни. К особо ценным относятся и некоторые издания первой половины XX века. Одно из немногих довоенных собраний сочинений – это сборник стихов Владимира Маяковского. В нем представлены даже самые редкие снимки, в том числе парижский паспорт поэта. Именно после поездки в этот город он написал все известные строчки, посвященные своей неразделенной любви Татьяне Яковлевой. «Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук». В секторе редких книг есть сборники и других классиков русской литературы. А для посещения он открыт в понедельник, в среду и четверг с 10 до 17 часов. И на этом у меня все. С вами была Таня Чеплагина. Пока. На этом у меня все. С вами была Юлия Савинцева. Смотрите «События дня» на ТНТ. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»